Нету хуже наказания для человека, чем жить в рабстве чужого мнения. Хуже этого наказания нет. А кто и что подумает обо мне? Вдруг я сейчас сделал что-то не так? Хоть бы никто этого не заметил. Я так боюсь конфликта, что готов соответствовать обществу во всём, лишь бы оставаться хорошим в других глазах. И так проходит вся жизнь. Человек просто боится быть собой. И из-за этого он не может начать действовать. Хотя мог начать ещё лет 10 назад. Ничего ему не мешало. И преград никаких не было. И не держал его никто. И физически ему никто никак не препятствовал. Ему мешала только его ложная иллюзорная картина мира, в которую он поверил настолько сильно, что даже не мог ей сопротивляться. Ложные взгляды захватили разум под контроль. А человек слаб. Некоторые люди вообще могут никогда не выбраться из оков собственных сформировавшихся убеждений. Они бегут от себя. Они прячутся от жизни. Фишка заключается в том, что можно так вообще всю жизнь прожить. И ни на что не осмелиться. Ужас-то какой. Родиться человеком и не реализоваться только потому, что боялся мнения других людей, которым по большому счёту на тебя наплевать. Человеку не нравится его реальность. Поэтому он спешит спрятаться в компьютере, в алкоголе, в сигаретах, в пустых разговорах, на скамейках. Вы никогда не задумывались, друзья, что большинство наших разговоров просто шум. Мы мусолим одни и те же темы, с одними и теми же людьми, с одними и теми же эмоциями. Ничего нового. А время идёт, и упущенные возможности уходят вместе с молодостью. И ничего не поменяется и не изменится, пока ты сам не примешь решение начать действовать. Сейчас скажу не мои слова, но они меня зацепили. Нам должно быть страшно прожить такую жизнь, которую мы сейчас живём. Мы должны испугаться и одновременно разозлиться на себя слабого. И через работу над собой, постепенно и не торопясь, перестраивать свою психику на высокоранговое восприятие. Нам всю жизнь говорили, что нам нельзя, оказывается, нам лгали. Нам можно. И на мой взгляд, нужно просто наплевать на мнение других и быть самим собой всегда и везде. Надо мной нету начальников. Нету тех, кто бы мне указывал, что мне можно говорить, а что нет. Потому что я чётко вижу свои личные границы. И я вижу, когда их хотят нарушить. Эти социальные игры порой надоедают, но из них состоит вся наша жизнь. Я всегда остаюсь собой, у меня нет потребности всем понравиться. И прислуживать чьим-то взглядом мне тоже неинтересно. Также существуют такие моменты, когда люди испытывают страх перед более влиятельными людьми. Меня раздражает сама мысль, что я должен кого-то бояться. Или стесняться, или перед кем-то трепетать. Я же не родился для того, чтобы кого-то бояться. Да, опасность существует, это реальный факт. Нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы не соприкасаться с такими людьми. Но зачастую из-за небольшого жизненного опыта некоторые молодые люди попадают в плохие компании, где они не могут распознавать манипуляции и паразитирование в свой адрес. И это паразитирование может длиться годами. Человек находится там, где он не хочет находиться. Там, где страдает его психика. Но и обижать отказом он никому не хочет. Так и получается, сам себе вертухай, сам себе создал проблему под влиянием общества, сам же её и решает. Да потому что концепции личной ответственности за свою жизнь у него нет. И нету тех, кто бы ему о ней рассказал. И родителям его на него чаще всего наплевать. Так и живём. Более сильный чаще всего паразитирует на слабом. В то время как ему нужно наоборот помогать стать ему сильнее. Среди нас есть сильные, средние и слабые. И не кажется ли вам, что всё, что с нами произошло до сегодняшнего дня, было предопределено средой? Не складывается ли у вас ощущение, что природа и мир в целом ставят на нас эксперименты без нашего разрешения? Если выбирать, каким мне быть, то я лучше буду для всех клоуном, шутом и посмешищем. Но зато я не буду рабом чужого мнения. Я буду собой без притворства и масок, потому что я свободный человек. Потому что я понимаю, как работает психика. Каждый человек – это и есть вы. Но в другой среде. Друзья, если у вас есть желание пообщаться, то, пожалуйста, пишите мне в телеграм-диалоге или на почту. Все ссылки в описании и комментарии. И на этом, пожалуй, всё. Благодарю вас за внимание и до встречи. Благодарю вас за внимание и до встречи.